физкульт привет друзья если конечно есть кто не спит такое время у меня то всего шесть часов но у вас то наверняка уже очень поздно часа два ночи наверное о чем хочется порассуждать сегодня пока возвращаюсь домой с тренировки это о том что сейчас такое время когда все уже абсолютно понимают что ни один выступающий спортсмен профессионал и не очень что касается мужчин в бодибилдинге какой-либо категории не является натуралом все сидят на той или иной фармакологии и к сожалению очень много девочек тоже и когда все это знают никто в принципе сейчас это сильно не скрывает у многих опускаются руки что на мой взгляд неправильно и конечно легче сказать себе да зачем надрываться пырять все равно не добьешься серьезных результатов без применения фармакологии но друзья давайте говорить откровенно кто здравом уме хочет выглядеть как бодибилдер профессионал до таких единиц и большинство людей воспринимает это все равно как уродство как какое-то фрик-шоу и я их понимаю нужно отдавать себе отчет я понимаю что я бы хотел быть таким но я понимаю насколько это тяжело в плане финансово потому что это подразумевает что тебе нужно будет сидеть на стероидах на фармакологии постоянно круглогодично причем практически без перерывов вы знаете я общаюсь очень многими профессиональными атлетами выступающими и на арнольд классик есть у меня знакомые кто и на олимпии выступал ребята делают максимум перерывы на неделю на две между курсами 46 месяцев принимается фармакология неделю-две не принимается но смысл и разговор не об этом речь о том что когда я только познакомился первый раз с бодибилдингом я на тот момент занимался единоборствами и видя в журналах перекаченные откровенно говоря тела я тоже понимал что это уродство мне это не нравилось меня на самом деле в качалку год заставлял мой тренер по карате ходить потому что верх моего тела очень сильно отставал от низа ноги у меня были всегда очень мощными спасибо отцу который занимался всю жизнь велоспортом больше 12 лет и мне чисто генетически большие ноги перешли и вот мой тренер меня заставлял заставлял я не хотел ходил сначала там по чуть-чуть но сейчас и постепенно это переросло в такую болезнь я уже не воспринимаю нормальные тела как нормальные и особенно если тело там совсем зажиревшие да или совсем худое мне это кажется ненормальным и нормально мне кажется перекачанное мужское тело слегка подкачанное женское так вот друзья не нужно находить себе в этом оправдание чтобы не тренироваться для чего мы ходим в зал в первую очередь естественно для здоровья для того чтобы быть счастливым ведь нужно понимать что нужно развиваться во всех направлениях ментально духовно умственно физически только так мы можем быть и считаться полноценно развитым развивающимся человеком на мой взгляд некрасиво аморально быть жирным это просто неуважение к себе и к окружающим как ездить на грязной машине ходить в грязной обуви не чистить зубы для меня это одно и то же и я сейчас не говорю о выступающих спортсменах о телах уровня этих атлетов нет я говорю просто о том чтобы следить маленечко за собой потому что мужчины которые в возрасте за 35 выглядят с такими огромными животами жирными бедрами это говорит о том что у них не нормально со здоровьем потому что в таком теле не может быть уровень тестостерона достаточный для того чтобы мужчина был здоровым просто не может а без тестостерона мужчина не мужчина так же как и женщина все равно должна быть красивой никому конечно никто ничего не должен но обратите внимание вот за что я считаю мы все должны быть благодарны шредеру шредер красавчик он показывает говорит о том что достиг всего натурально и я не понимаю людей которые ему не верят вернее я понимаю их психологию они не хотят верить что даже такую такой уровень а почему я говорю даже такой потому что шредер не показывает ничего сверхъестественного естественно он очень силен по сравнению с простым человеком но извините он тренируется уже всю жизнь и он не очень огромен он действительно хорошо просушен хороший рельеф у него но при всем уважении к нему к тому что он тренируется нужно понимать что это генетическая предрасположенность ведь посмотрите на его брата старшего который вообще не тренируется живет в деревне с родителями он выглядит практически не хуже самого шредера который тренируется который наверняка следит за тем что он ест за диетой то есть понимаете но мы уже не хотим допустить даже что такого уровня можно достигнуть ничего не принимая на мой взгляд это смешно и убого кто не верит в то что шредер натурал просто убогий человек не показывает шредер ничего сверхъестественного если мы мужики дошли уже до того что считаем такой уровень подготовки который показывает шредер чем-то сверхъестественным то я не знаю о чем тогда вообще можно говорить я знаю людей которые без применения фармакологии были сильнее шредера конечно настолько рельефных людей как шредер натуралов я в живую не встречал но мало кто к этому стремится ведь это если ты не предрасположен генетически серьезная серьезная именно дисциплина в плане питания а лично я вам скажу я выступал на соревнованиях что тренировки тренировками а питание особенно если не знаешь как это грамотно делать это самое сложное и быть дисциплинированным в питании человеку который предрасположен к примеру к набору веса практически нереально быть супер сухим как шредер но этого и не нужно не нужно стремиться к супер сушки это не есть то же здоровье достаточно быть подтянутым достаточно ходить в зал приседать делать тяги подтягиваться отжиматься от брусьев не зомбироваться друзья мы зомбируем и это нужно понимать это правда нас зомбируют начиная со школы потому что государству выгодно чтобы мы с вами все были тупым пьяным быдлом не выгодно чтобы вы были здравомыслящим здоровым человеком государства не выгодно потому что вы будете вести здоровый образ жизни не будете покупать то дерьмо которое продает государство потому что государство это тоже бизнес модель вы не будете вернее вы будете следить за своим здоровьем будете жить доживать до пенсии и о страх будете претендовать на пенсию а государству не выгодно государству выгодно чтобы мужик отработал бухал ни о чем не думал и рано помер и это касаемо практически всех государств так что друзья нужно смотреть не нужно зомбироваться что в первую очередь нужно сделать для того чтобы не быть зомби современным все очень просто в первую очередь нужно перестать смотреть новости новости в 90 процентах случаев преподносятся именно негативные и поверьте вы все что вам нужно в современном мире все равно услышите все равно узнаете вы не будете отсталым человеком от жизни потому что пойдете на работу послушаете в радио в маршрутке или в автомобиле в автобусе когда будете ехать вам обязательно расскажут ваши друзья что где произошло но первый шаг убрав из своей жизни новости вы увидите потихонечку потихонечку как будет меняться ваше сознание поймите государство программирует нас на то чтобы быть бедными убогими нищими и преподносится особенно в православных странах обратите внимание нищета преподносится как какое-то благо для души это нелепо если вы копнете глубоко любую религию вы увидите что религия вера в первую очередь направлена на то чтобы человек был счастлив на то чтобы человек жил в достатке но государству опять таки это не выгодно посмотрите почему рпц так тесно сейчас сотрудничает с государством и государство с рпц до здравомыслящий человек это понимает сразу потому что это выгодно выгодно чтобы вы думали что богатым быть не хорошо ведь даже говорилось всегда кем бы ты хотел быть до больным и богатым там или здоровым но нищим почему почему нельзя быть жить в достатке быть при этом здоровым человеком я лично верю что это может быть поймите что миром верите вы это или нет управляют энергией мысль это энергия мозг создает определенное количество энергии и ваша энергия все о чем вы думаете что вас окружает что вы читаете что вы смотрите по телевизору должно быть и нести в себе только позитив все что в негативе нужно из жизни убирать убирать запрещать выбрасывать напрочь жизнь физическая настолько коротка что не нужно как говорит жириновский это терпеть друзья нужно понимать что каждый из нас достоин быть здоровым счастливым обеспеченным не буду говорить слова богатый и в этом нет никакого греха даже когда я жил в россии помню ездил нам дорогом автомобиле уже не работал имел свой бизнес я смотря на простых людей испытывал чувство неловкости мягко говоря чувство какой-то как будто я что-то сделал не так понимаете на подсознании даже я который вообще отрицает может это кому-то не понравится любую религию я понимаю что этот мир как бы создан но я не верю в богов в том смысле которая нам преподносит то или иное учение и не дай бог если любую веру сейчас еще внедрят и будут преподавать в школе как веру нет как историю религии я за я не против но как урок веры нельзя ни в коем случае даже математика шикарная наука наука заставляющая человека думать думать логически а что такое логика логика это наука думать если говорить правильно то наука правильно думать правильно мыслить есть формы есть законы логики кому интересно может легко это найти почитать там ничего сложного так вот то что преподносится на уроках математики в средней школе в основном формулы и в основном зомбирование человека чтобы человек жил мыслил формулами потому что невыгодно чтобы человек мог логически размышлять логически смотреть на то или иное высказывание депутата на законы и если говорить к примеру конкретно о россии то очень выгодно чтобы человек просто работал после работы бухал и как говорится не возникал не вякал бухал работал бухал работал брал кредит ипотеку и перед пенсией или выйдя на пенсию помер вот это идеальный вариант для государства особенно для нашего как это не печально поэтому друзья только вы определяете кем вы хотите быть каким вы хотите быть и ваши мысли создают мысли образы энергетические посылы в этот мир если вы в этот мир посылаете негатив окружая себя негативом не верите в то что можно быть здоровым обеспеченным не верите в то что можно не работая на дядю хорошо жить не верите в то что не нужно зарабатывать на пенсию а нужно строить свою жизнь так чтобы вы никогда вообще не задумывались о пенсии то же самое касается и тело строительства я вот всегда на любом этапе своей жизни когда тот или иной человек хотел со мной тренироваться все всегда говорили горну а зачем ты же это все равно всю жизнь не будешь делать как зачем вообще начинать чем-то заниматься если не собираешься посвятить это всю свою жизнь если этого не любишь и мне очень не понравилось недавно видел одного русского бодивилдера который так сказал я же не собираюсь до 50 лет заниматься бодибилдингом я не хочу блин ну зачем ты так говоришь ведь если ты имеешь ввиду соревновательную сцену это одно но когда люди молодежь смотрят слушают это они поверьте не воспринимают это так и к сожалению язык сейчас несет в себе столько различных смысловых нагрузок что мы порой говоря на одном языке не понимаем друг друга подразумевая по теме или иными словами фразами совершенно разные понятия понятия размыты к сожалению это тоже очень очень выгодно выгодно разделяй и властвуй никогда не забывайте об этом я был в различных ситуациях родился в молдавии жил там до 18 лет потом 18 лет я прожил в россии вот уже пять лет я живу в америке поверьте простые люди они везде одинаковы у всех одни и те же желания и мечты иметь хорошую работу иметь возможность дать детям хорошее образование хотя мало где это вообще теперь сейчас помогает чтобы дети были здоровы и чтобы это банально не звучало до не было войны никто не хочет воевать и поверьте терроризма как такового тоже не существует на самом деле и россия и америка как супер державы создают образ террориста сами только для того чтобы разделять властвовать чтобы просто вот чтобы понимали как вот в сказках царь вынужден был со змеем горынычем драться или с драконами которых в принципе то никто никогда не видел но это легко объяснялось необходимость иметь армию которая в принципе защищает только царя понимаете все это настолько очевидно и если вы хоть немножечко копнете глубже чего того чем показывают государственные сми вы сами это все видите и я уверен что здравомыслящий человек все это прекрасно видит к сожалению естественно мало кто имеет смелость об этом говорить и я понимаю почему потому что у всех есть семьи у всех есть дети родители мы все просто обязаны думать о чем мы говорим и многие свои мысли мы просто оставляем при себе даже если думаем совершенно по-другому чем думает общество нужно понимать еще очень важный момент мы все хотим быть индивидуалами особенно на этом играют я уже не раз говорил фитнес бизнес-бизнес индустрия продавая всем нам всем вам персональные тренировки якобы каждому нужен супер индивидуальный подход это все чушь друзья супер индивидуальный подход нужен только профессиональному атлету который достиг уже определенного уровня поверьте если вы никогда не собираетесь выступать никакая индивидуальная тренировка вам не нужна нужна грамотно составленная тренировка которая подойдет абсолютному большинству в толстый вы худой неважно основные принципы действуют на всех одинаково сила развивается всех одинаково выносливость тренируется всеми одинаково жир горит у всех тоже при одинаковых условиях питание будет индивидуальным как раз таки от ваших целей и задач и от исходного состояния вашего тела от вашего физического состояния от вашей подготовленности но друзья просто подумайте мы никакие не индивидуалы особенно что касается вот здесь очень мало людей их настолько единицы что их знает весь мир а мы с вами к сожалению вынуждены мыслить как стадо это не говорит о том что мы с вами тупые или плохие нет нас так учат с самого нашего рождения нас толкают зомбируют на это если хотите ведь мораль это только то что диктует общество в котором мы живем в основном мы мыслим так как диктует общество в котором мы живем понимаете о чем я говорю жили ли вы их среди людоедов родились бы вы среди среди людоедов как говорил жак фреско вы бы также считали нормальным есть людей и вывешивать черепа перед своим жильем и это было бы нормально морально понимаете задумайтесь над этими высказываниями над этими мыслями проанализируйте свою жизнь в правильном ли направлении вы идете думаете тренируетесь не гробите ли вы свое здоровье не гробите ли вы свою жизнь вообще в принципе ну что друзья я уже приехал приятно было в очередной раз пообщаться с вами пишите ваши вопросы обязательно напишите в комментариях что вы думаете по всем этим мыслям которые вам сегодня рассказал и если у вас есть какие то вопросы пишите в стационарных постах я обязательно все на них отвечаю всем пока увидимся в тренажерном зале